В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Не хочешь платить, останешься без коммунальных благ. 45 миллионов рублей такую сумму задолжали жители поселков Прибрежная и Береза Самарской области за услуги ЖКХ. Управляющей компании пришлось пойти на крайние меры, а именно частично отключить канализацию. Павел Баймаков выяснил, насколько это законно. Юлия Осипченко уже длительное время снимает квартиру в поселке Прибрежный. Хозяевам платят исправда по 9 тысяч рублей ежемесячно. Но сегодня представители управляющей компании застали девушку врасплох. Пришли за долги отключать канализационный водоотвод. Оказалось, хозяева квартиры задолжали по квартплате более 60 тысяч рублей. Вы не сможете пользоваться унитазом? Не сможем. Как жить-то будете? Буду звонить им, пускай как-то решать эту проблему. А вы одна? Дети, может быть? У меня ребенок есть, да, 7 лет. Прямо сейчас буду звонить и говорить. Операция по частичному отключению канализации длится всего 20 минут. Прибор, похожий на медицинский эндоскоп, только десятки метров длиной спускают в трубу. Чтобы поставить заглушку в нужном месте, устройство оснащено инфракрасной камерой, которая передает картинку на монитор. Теперь должники смогут пользоваться любой сантехникой, кроме унитаза. Впрочем, не плательщиков заглушки не всегда останавливают. Первое, что они делают, заливают химию туда. Потому что по заглушкам видно, что люди пользуются химией. Она темнеет. Пользуются тросом, когда пытаются канализационным тросом пробить. Тоже видно, то есть зарубки остаются. У нас были случаи, прожигали автогеном. По-другому ее выбить невозможно. Если заглушку сломают, вновь отрезать канализацию не составит особого труда. Население поселков Прибрежной и Березы задолжали управляющей компанией 45 миллионов рублей. С жителями не раз вступали в переговоры и предлагали рассрочку. Крайние меры применяются только к наиболее злостным неплательщикам. Долги свыше трех месяцев уже подпадают под различного рода ограничения коммунальных услуг. Значит, это все проописано в жилищном кодексе. Мы за 30 дней до предполагаемой даты ограничения разослали всем должникам уведомления. Также повторно за три дня до отключения, до предполагаемого отключения ограничения канализации были повторно направлены уведомления. Канализационное ноу-хау многие эксперты воспринимают в штыки. Согласно постановлению правительства, управляющая компания вправе отключить электроэнергию или горячую воду, если должник не платит за ЖКХ более чем три месяца. Но есть важное условие – отключение не должно сделать помещение непригодным для проживания, что в случае с канализацией вряд ли возможно. Жители поселков Прибрежный и Березов праве обратиться в суд или госжилинспекцию. И тогда инспекторы будут разбираться уже с управляющей компанией. Пока в чёрном списке на отключении канализации здесь числятся около 60 должников. Павел Баймаков, Дмитрий Тарасов. События. Строго по графику в Самаре продолжается комплексное благоустройство дворов. Работы должны завершиться 30 октября, согласно муниципальному контракту. Всего по программе двор, в котором мы живём, в этом году приводят в порядок 72 территории. В первую очередь благоустраивают большие дворы. Здесь работы выполнены уже на 90%. За маленькие подрядчики возьмутся со дня на день. Сделать их обещают за 10 дней. В пяти дворах подрядные организации демонтировали старое оборудование и не торопятся продолжать работу. Такая ситуация возникла в посёлке Прибрежный. Городские власти держат ситуацию под контролем. Благоустройство завершится в срок. Мы, конечно же, очень жёстко и строго контролируем подрядчиков в отношении сроков, качества выполнения работ. Реализация программы идёт достаточно успешно. На сегодняшний день у нас уже полностью принято 16 дворов. Ещё 20 дворов они готовы к открытию. И буквально вот на этой, на следующей неделе практически каждый день мы будем их открывать с участием жителей. Вот. Ещё порядка 30 дворов находятся в работе. И у нас нет сомнений, что они будут завершены в срок, который предусмотрен контрактом. В этом году городские власти заранее обсудили с жителями проекта дворов и сделали всю подготовительную работу. Игровое оборудование, качели и горки не задерживается. Из Санкт-Петербурга поступает вовремя. Образовался даже запас из 20 комплектов, чтобы людям не приходилось долго ждать. Реализация программы «Двор», в котором мы живём, не оставила равнодушные депутатов. На комитете ЖКХ в городской думе обсудили, как идёт благоустройство дворов. Затронули и вопрос предполагаемой реконструкции перекрёстка улиц Владимирской и Пензенской. С этим к депутатам неоднократно поступали обращения жителей. Перекрёсток улиц Владимирской и Пензенской всегда оживлённый, всегда многолюдный. Вокруг многоэтажки их жильцы каждое утро стоят на остановках. Кому прямо по Пензенской ждут трамвай, кому свернуть на Владимирскую – только маршрутку. Именно они оставляют добрую часть своих зарплат в карманах коммерческих перевозчиков. Муниципальные автобусы здесь не ходят. Жителей это не устраивает. Бабушки-пенсионеры, они покупают вот эти сезоночки пенсионные. А здесь, если трамвай встал, то всё, движение парализовано. Кроме трамвая здесь же ничего нет. Остальные всё маршрутки. Так вот, когда нет сезонки, можно, конечно, на любой маршрутке доехать. Но когда нет сезонки и постоянно трамваи где-то что-то случается, вот они встают и приходится уже платить деньги. Для чего тогда покупать сезонку? С проблемой жители обратились в городскую думу. Тем более, что раньше здесь ходили автобусы 60-го и 53-го маршрутов. Но их отменили. Депутаты разбирались в вопросе. Организовать сейчас здесь муниципальный автобусный маршрут невозможно. Узкий перекрёсток создаёт трудности в повороте большой машины и небезопасен. Проблема в чём заключается? Невозможно использовать автобусы большой вместимости на данных маршрутах. Значит, малые автобусы, естественно, не удовлетворяют запросам населения. Жалобы идут постоянно. Я считаю, этот вопрос нужно решать. Для реконструкции перекрёстка необходимо около 10 миллионов рублей. Городские депутаты планируют добиться финансирования на следующий год. Также на комитете ЖКХ обсудили реализацию программы «Двор, в котором мы живём». Депутаты вместе с жителями и представителями Городского департамента благоустройства регулярно инспектируют дворы, где идёт ремонт. Иногда комплексному благоустройству мешали надворные постройки. Так, на Ташкентской 232 пришлось вывести 38 незаконных гаражей. Хотя проекты реконструкции территории заранее согласовали с жильцами, соседи не всегда могли договориться между собой. Возникает иногда спорная ситуация между жителями в части устройства парковок в местах, предусмотренных под газоны. То есть нередко ситуация, когда часть жителей за то, что у парковки автомобили устанавливались, сегодня другая часть жителей против. Работы по благоустройству дворов планируют закончить к концу октября. Всё это время депутаты и сотрудники администрации будут продолжать контролировать подрядчиков. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Помогает Самара привести в порядок и города, пострадавшие от наводнения на Дальнем Востоке. В областной столице собран целый КАМАЗ гуманитарной помощи. Напомню, в Преамурье дожди не прекращаются с конца июля. Это привело к сильнейшим наводнениям. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Мы тоже живём на Большой реке и ни от чего не застрахованы, говорит Зинаида Прокофьева. Она уже в третий раз приходит в пункт сдачи гуманитарной помощи для терпящих бедствий на Дальнем Востоке. Там живут её близкие друзья. Отправить посылку лично им невозможно. В регионе объявлено ЧАЭС. Пытается помочь так. Они были очень в таком состоянии, что им всё надо. Им нужно всё. Поэтому нужны и тёплые вещи, потому что там всё-таки климат такой более суровый, чем у нас. Детям в школу. Всё, что можно, кто чем может, тем они рады. Тёплые вещи, канцелярские товары, предметы личной гигиены. Благотворительная акция и помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке набирает обороты. Самарцы очень живо откликнулись на беду. За 10 дней уже собран целый КАМАЗ вещей. В ближайшие полгода Самара приютит у себя пострадавших от наводнения. Самарская область будет и в официальном порядке, как субъект Российской Федерации, принимающей стороной. Обязательно это будет большое количество граждан, которых мы примем. И будут трудоустроены, и будут поселены на территории санаторий-профилакторий, которые находятся в оперативном управлении у органов исполнительной власти. Сейчас в городе работают 7 пунктов по приему вещей. Можно перечислить и деньги, отправив СМС на короткий номер 2420 со словом «Радость» и суммой платежа. Работает телефон горячей линии 242-22-80, где ответит на все вопросы, желающим оказать гуманитарную помощь. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. В Самаре началась подготовка к параду памяти. В этом году он посвящен 72-й годовщине военного парада в Куйбышеве и пройдет 7 ноября. Лариса Шалафаст выясняла детали предстоящего события. В Самару доставили еще один бронекорпус Ил-2. Его нашли в болотах под Петербургом. В годы Великой Отечественной самолет был сбит. До аэродрома не дотянул 10 километров. Чтобы достать его, поисковики потратили неделю. В бронекабину, лонжероны целые, шасси. То есть, ну, практически скелет самолета полностью. То есть, ну, это самое, будем так говорить, что для восстановления основной скелет привезли. Идея восстановить народный самолет родилась во время подготовки первого парада памяти три года назад. Поставить на крыло легендарный штурмовик планируют только к 70-летию победы. А в этом году, 7 ноября, военные снова пройдут по площади Куйбышева. Парад памяти решили посвятить подрастающему поколению в честь 70-летия суворовских училищ. Своё суворовское училище было и в Куйбышеве с 1944 года по 1964 год. Активное участие в параде примут воспитанники военно-патриотических клубов. Для нас важно, чтобы ребята почувствовали эту преемственность, чтобы прошли в парадном строю так же, как шагали их сверстники, в том числе по этой площади в 1941 году, которые буквально через несколько дней вступили в бой. Ради сохранения исторической памяти задумывали этот проект. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей. 7 ноября 1941 года с площади Куйбышева войска уходили на фронт. Была задействована лучшая военная техника. Советская армия показала всему миру свою мощь. Для реконструкции тех событий энтузиасты по всей губернии продолжают искать и восстанавливать военную технику и форму времён Второй мировой. В этом году организаторы планируют шить шинели и другое обмундирование, чтобы парад памяти получился более масштабным, не теряя исторической достоверности. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. На парад памяти приедут гости со всей страны. Он уже стал визитной карточкой региона. В Самарской области есть чем заинтересовать туристов, увидеть красоты. Губернии с высоты птичьего полёта ворваться в лесную чащу на внедорожниках, покорить Жигулёвские горы на велосипеде. Как заманить в наши края побольше путешественников, обсуждали участники второго международного форума инвестиций в гостеприимство. За четыре года Самарскому региону предстоит совершить прорыв в области туриндустрии. К 2018-му, к футбольному чемпионату, доля туристической отрасли в экономике региона должна достигнуть не меньше 5%. Сейчас и того нет, хотя есть и Самарская лука, и раскрученные на всю страну фестивали. Для масштабного гостеприимства не хватает инфраструктуры, уверены эксперты. Гостиницы к Мундиалю в Самаре построят, но кто в них будет жить после чемпионата? Во-первых, это проект Жигулёвской жемчужины, который предполагает строительство нескольких всесезонных курортов, связанных между собой на Самарской луке. Это тематические парки развлечений, которых нам, к сожалению, сегодня не хватает. Но мы понимаем, что здесь мы были, наверное, определенными пионерами, потому что таких объектов в России, качественных, больших, для качественного семейного отдыха мы пока не имеем. И все же с каждым годом Самара становится все интереснее и привлекательнее. На улице города появляются знаковые места. 15 сентября рядом с домом-музеем Алексея Толстого установят скульптуру Буратино. Персонажам популярной сказки в Самаре даже посвятили симпозиум по деревянной скульптуре. Анастасия Зубарева убедилась, и сегодня в стране есть папа Карла. Второе дыхание древнего мастерства. В новом пространстве сошлись традиционная техника и современная тематика деревянных скульптур. Сказочные герои – абстрактные образы, в самом теплом материале по мнению самих мастеров. Выставка «Деревянная скульптура. Традиция и современность» проходит в рамках Всероссийского симпозиума по деревянной скульптуре. Его проведение – большое событие не только для Самарского региона, говорят организаторы. Выставка как раз мне понравилась в первую очередь тем, что здесь есть различные подходы к пониманию скульптуры. Есть то, что освещено традицией. Есть и те вещи, которые говорят о том, что потенциал скульптуры деревянной далеко не исчерпан. На симпозиум художники из городов России приезжают целыми династиями. Михаил и Дмитрий Салычевы родом из Тамбова. Их скульптуры представлены на выставке. А впереди ждет большая работа в режиме реального времени в Самаре. Я люблю дерево очень. Ее это непосредственность, теплоту дерева люблю очень. Люблю работать в дубе, люблю работать в липе очень. Она такая пластичная, а дуб такой суровый. Ну я пошел по стопам отца вообще. Он тоже занимается деревянной скульптурой, ну и я решил попробовать еще. На третьем курсе института Суриковского у меня что-то получилось. И я выставляю сейчас эту работу на выставке. До 20 сентября каждый из приглашенных участников проекта в Струковском парке создаст свою композицию из дерева по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Анастасия Зубарева, Константин Головин. События. Памятный бюст режиссеру Петру Монастырскому установят в фойе Самарского театра драмы. Народный артист СССР, почетный гражданин Самары и области ушел из жизни летом этого года. Торжественное открытие памятника запланировано на 13 сентября. Сейчас актеры активно готовятся к открытию 163-го театрального сезона. Зрители на премьере ждут 8 любящих женщин. На сцене 8 женщин и только на репетиции допускаются мужчины. Свой 163-й сезон Самарский театр драмы откроет пьесы 8 любящих женщин. Спектакль поставил молодой амбициозный режиссер Николай Мишин. Это его четвертая постановка на большой сцене. Слово, 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 слово. Дальше, когда последнее время. Я знаю, что в СССР полиции и что-то, что я должен дальше. А это мое дело. Мое дело. Нельзя перетать на других, но мне доказать. Спектакль «8 любящих женщин» – это детективная история по пьесе Роберта Тома. В Самарском театре драмы уже вошло в традицию начинать сезон с любовных комедий. В прошлом году это был «Тестостерон» – мужской спектакль. А этот сезон откроют женщины. Находиться в таком окружении – это очень сложно и очень тяжело. Потому что все время надо быть в форме, потому что тебя оценивают не мужчины. Потому что когда ты репетируешь партнерами, это тоже как бы тебя стимулирует. Но тут стимулирует совсем по-другому, по другим, по другому графику. Сложно, но было интересно. Режиссер надеется удивить зрителей декорациями, обилием зеркал. По мнению генерального директора театра Вячеслава Гвоздкова, ни одна женщина не может обойтись без зеркала. А на сцене – восемь героинь. Кроме того, зеркало всегда считалось вещью мистической. А зеркало – это такая магическая вещь, которая отражает все наши действия. Она отражает все наши поступки и наши взгляды. И мне кажется, что проблем было бы меньше гораздо, если бы люди почаще смотрели зеркалами для того, чтобы поправить прическу. А для того, чтобы увидеть, какие изменения произошли с ними. Премьера спектакля пройдет в Самарском академическом театре драмы 13 сентября. Создатели спектакля надеются, восемь любящих женщин станут любимой самарской публикой. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргиз круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин